Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Недолго бегал. Насильник двух 11-летних девочек задержан спустя три часа после преступления. Медведи прилетели. Авиакор займется модернизацией стратегических бомбардировщиков Ту-95. Не хуже, чем в Европе. Как городские власти планируют модернизировать самарские парки? Буржуазный художник с безымянки. Фролл Веселый удивляет самарцев на своей провокационной выставке. В Самаре задержан подозреваемый в резонансном преступлении. Гражданин Узбекистана, по версии следствия, изнасиловал и ограбил двух 11-летних девочек. Арестовать его удалось в рекордно короткие сроки. Подробностями этой истории, наделавшей в Самаре немало шума, а также кадрами с места задержания предполагаемого преступника, поделился начальник областного полицейского главка генерал-лейтенант Сергей Солодовников. Алина Чемерес восстановила хронику событий. Повторите приметы. План перехват в Самаре объявляют около трех часов дня. Ориентировку на гражданину Узбекистана рассылают всем патрульным нарядам. Дорожные инспекторы и оперативники уголовного розыска реагируют молниеносно. Спустя три часа насильник уже в отделении полиции. Мужчина, имя которого не разглашают, признается. Был пьян, выпил две бутылки водки. Об изнасиловании якобы и не помышлял. Хотел просто рожиться золотом. Увидел дверь открытую, взял просто золото есть, да, да, есть. Там девчонки были молодые. Забрал золото и ушел сразу. И сразу через 20 минут в этот, как его сдал в амбард. Уроженец Ташкента в Самару приехал на заработки. Семью, говорит, кормить надо. У самого жена и новорожденный сын. Но молодого отца, у которого уже есть одна судимость за вымогательство, не смутил юный возраст его жертв. Как предполагают силовики, насильник долго крался за двумя подружками, которые шли домой. Может, даже выслеживал с самой школы. По словам девочек, мужчина приставился слесарем. А когда вошел за ними в квартиру, угрожал их избить. Затем изнасиловал. Уходя, он прихватил золотые украшения. Выручку из ломбарда потратить не успел. Установить приметы преступника и задержать его оперативникам удалось в считанные часы. С сотрудниками органов внутренних дел удалось в течение трех часов провести комплекс мероприятий. Это по приметам в ближайшем магазине установить, что этот человек заходил туда за пивом. Потом установить, что он сел в такси. Впоследствии этого такси установить, в какое такси он сел. И в последующем по системе единой дислокации сотрудникам ГИБДД удалось его задержать. Сейчас все документы по делу переданы в Следственный комитет. С пострадавшими девочками работают медики и психологи. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Самарский авиационный завод без работы не останется, хоть проект Ан-140 и закрыт. Предприятие получило гособоронзаказ на обновление стратегического бомбардировщика Ту-95. К этому завод готовился год. И вот первые медведи прилетели. В Самаре их встречал Андрей Волков. В небе над Самарой «Медведь». Так военные летчики всего мира называют российский дальний бомбардировщик Ту-95. Эти самолеты патрилируют небо над северным полушарием, но взлетают и садятся всегда на родной аэродром в Энгельсе. Посадка на чужую полосу – редкость. Потому сначала круг воздушной разведки, а потом многотонная машина плавно касается бетонки Самарского авиационного завода. В цехах Самарского завода этот самолет проведет примерно два месяца. И это не только время капитального ремонта. В декабре в небо поднимется машина, которая станет надежнее и сильнее. У самолета будут усовершенствованные системы, связанные с его боевой мощью. И с тем, что применяемость этого самолета будет гораздо шире, чем она имеет сейчас. Это уже второй бомбардировщик, которому подстоит реновация в Самаре. Первый на днях покинет завод и отправится на боевое дежурство. Всего же в ближайшие два года по этой программе повысят свою боевую мощь полтора десятка Ту-95. Российские медведи станут еще сильнее. С полосы завода «Авиакор» эта машина впервые поднялась в небо четверть века назад. И вот возвращение в родной дом, где грозный боевой бомбардировщик ждет второе рождение. Андрей Волков, Артем Сулайманов, Владимир Юдин. События. Их работа авиано-романтикой, а будни полны стресса. Сегодня авиадиспетчеры отмечают профессиональный праздник. В Самаре находится один из самых крупных и современных центров воздушной навигации в стране. С буднями людей, от которых зависит безопасность тысяч человек в небе, познакомилась Валерия Макарова. Небо – это как огромный трехмерный перекресток. Самолеты его пересекают на скорости 700 км в час и, если что, затормозить не смогут. Управляют небесными машинами с земли авиадиспетчеры. Татьяна Усова небо мечтала покорить с детства. Детская мечта, она то и детская, чтобы быть грандиозной, собиралась я вообще в космос полететь. Но до неба дотянулась и теперь являюсь голосом неба. Требования к здоровью авиадиспетчеров почти космические. Медосмотр каждый день до начала смены. Если врач заметит малейшие проблемы, к работе не допустит. На высоком уровне должен быть и английский язык. Экзамены сдают регулярно. До недавнего времени профессия авиадиспетчера считалась мужской. Эмоциональная нагрузка здесь колоссальная. Иногда связь приходится держать одновременно с 20 бортами. При этом следить за их перемещением, погодой, зонами турбулентности и вовремя сообщать обо всем экипажу. Последние лет 10 и девушки с удовольствием идут в нашу профессию. Кстати, должен сказать, они замечательно справляются со своими обязанностями. Всегда диспетчер находится в состоянии стресса. Потому что нести ответственность за не одну тысячу людских жизней – это очень тяжело. Всей воздушной навигацией десяти республик и областей России управляют здесь, из специального центра на территории аэропорта Курумыч. Небо по вождям Татарстана и Башкирии под их контролем. В сутки это почти 4000 самолетов. Здесь используется технология так называемого «тихого зала». То есть диспетчеры общаются с экипажами воздушных судов с помощью гарнитуры. Если бы ее не было, здесь был бы настоящий гвалт сотен голосов. Отрабатывают рабочие моменты на специальных тренажерах. Здесь можно воспроизвести любую штатную и аварийную ситуацию. Так что самарские диспетчеры готовы ко всему. Работа Центра аэронавигации не прекращается ни на минуту. Самое горячее время – ночь. Можно сказать, воздушный час пик. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Духовная поддержка ратному делу. Войсковые священники Центрального военного округа сегодня собрались в Самаре. Традиционный сбор проводится по итогам работы за год. В штатном расписании должность священников значится как помощник командира по работе с верующими военнослужащими. Но их реальная роль в армии не исчерпывается казенной формулировкой. Как церковь укрепляет боеспособность армии, узнавал Олег Зверев. Боевые медали и наперстный священнический крест отец Владимирса читает уже много лет. Сам бывший военнослужащий теперь служит в алтаре. Он войсковой священник, помощник командира бригады по работе с верующими военными. Работы у него достаточно, и солдаты, и офицеры постоянно приходят с духовной поддержкой. У солдата есть свободно, да? Он может в любом моменте, батюшка, благословите, батюшка, вот такая-то проблема. Батюшка, у меня вот сегодня память дедушка, отец скончался, да? Батюшка, ну как покрестить ребенок, да? Вот что-то непонятное творится. Традиционный сбор начался с богослужения в храме святого Георгия Победоносца. В войсках Центрального военного округа служат 28 священнослужителей. Ежегодно они подводят итоги работы за год. За те 20 лет, что в России стали возрождать институт военных капелланов, удалось многое. В частности, округ сегодня почти полностью укомплектован священством. Но уже понятно, их должно стать больше, чтобы помочь каждому солдату и офицеру. Духовенство заняло свое место в строю. Вместе с воспитателем, вместе с сотрудниками органов по работе с личным составом, с психологами. Сегодня они занимаются духовным воспитанием военнослужащих. Не забывают сегодня в армии и о других религиях святое дело помнить и о тех, чья вера – ислам или иудаизм. Поэтому Русская Православная Церковь приветствует, чтобы в воинских частях были представители этих конфессий. На итоговой конференции говорили в том числе и об этом. Ведь сегодня, как никогда, важно, чтобы межконфессиональный диалог вел к миру и согласию. Сегодня, Божьей милости, как-то государство стало больше уделять внимание и, наверное, работа церкви, что это не идеология, а это явление нечто большего, глубинного. То, что связано с твоей землей, где ты родился, и с пониманием той великой истории, которая делалась нашими предками. Войсковое священство – многовековая традиция для российской армии. Из благословения церкви воинство одержало множество ратных побед, которые сделали Россию великим и мощным государством. И сегодня священники снова в рядах вооруженных сил поддерживают и укрепляют боевой дух военнослужащих. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События. Парки Самары будут приведены к самым современным стандартам. В планах у городских властей масштабная модернизация инфраструктуры, чтобы самарские места отдыха со временем стали не хуже, чем лучшие парки мира. На оперативном совещании в администрации Олег Зверев узнал свежие подробности. Детская площадка, ухоженные деревья, парк Щерса преображается. У городских властей большие планы по развитию парков и скверов. Это любимые места отдыха самарцев. Я считаю, что этот парк – самое прекрасное место в этом районе. То, что он благоустраивается, мне тоже это очень нравится. Мне нравится, что здесь следят за деревьями, что парк всегда чистый. Мне кажется, что количество и качество парков на сегодняшний день не в полной мере удовлетворяет потребность нашего города, учитывая, что это миллионник, миллион двести жителей. Поэтому, конечно, прекрасные действия, на это будут выделены средства, это будет здорово. Привести городские парки к самым современным стандартам – такова идеология программы, которая сегодня реализуется в Самаре. Комплекс зеленых насаждений формировался в городе в годы массовой застройки. И лишь в последние годы власти приступили к масштабным преобразованиям этих территорий. А это в общей сложности площадь порядка двухсот гектаров. Сегодня управление парками сосредоточено в руках муниципального автономного учреждения. Изменилась не только структура хозяйства. В парках открываются детские и спортивные площадки. Приводятся в порядок экосистемы. О ходе реконструкции парковых зон говорили на оперативном совещании в городской администрации. Те изменения, которые происходят сегодня – это хорошо. Но городу, претендующему на ведущую роль в проведении чемпионата мира по футболу, нужна глобальная реконструкция всей парковой инфраструктуры. Необходимость полной модернизации электросетевого хозяйства – это действительно огромная проблема для парков, которая сейчас препятствует в том числе появлению в них инвесторов, установке новых аттракционов. Требует решение этот вопрос и в парке Гагарина, и практически во всех остальных парках. Новые аттракционы – это еще и дополнительные доходы. Парки способны зарабатывать самостоятельно. Только в этом году доходы превысили 50 миллионов рублей. По поводу расходов на содержание парков. У нас, вы сказали, 56 миллионов в этом году будет заработано, да? Это заработок, да. С этих денег парки тратят что-то на развитие на свое? Безусловно. Какие пропорции? Финансируется за счет собственных средств парков. Я уже сказал, что вот за два года последних было 9 детских площадок установлено за счет собственных средств парков Самары. Приобретено 15 единиц техники, то есть практически технику они покупают за свой собственный счет. Вот инвентарь, инструменты, все это покупают они сами. В 2016 году на реконструкцию парков город выделяет 103 миллиона рублей. В 2017 еще на 50 миллионов больше, чтобы на эти деньги не только приводить в порядок старые парки, но и создавать новые. Причем так, чтобы они не уступали по комфорту лучшим паркам мира. Олег Зверев, Станислав Левин, Григорий Плешаков. События. Масштабная реконструкция уже в этом году ждет и заводское шоссе на участке от улицы Авроры до 22-го партиезда. Кроме ремонта проезжей части планируют установить освещение, оборудовать остановки общественного транспорта, обновить систему ливневой канализации, благоустроить газоны и тротуары. Сама же дорога станет в два раза шире. Появятся четыре дополнительных полосы. Проект реконструкции будет готов к середине ноября, тогда же и начнут перекладывать коммуникации. При образовании заводского шоссе основной магистрали в промышленной части Самары увеличит и инвестиционную привлекательность этого района. Плюсы есть и для уже имеющихся здесь компаний, отметили участники совета по поддержке предпринимательства при главе Самары. Еще одной темой совещания стали двухгодичные налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. В Самаре бизнесменов-новичков поддерживают также субсидиями и грантами. Эффективность такой помощи подтверждают цифры. В этом году появилось 360 новых малых предприятий и 230 средних. Достигнутые результаты – это лишь одна из ступеней к пути, к созданию в нашем городе здоровой конкурентной среды, созданию новых производств. В этом направлении предстоит привести еще достаточно большую, такую огромную системную работу. Не менее значимым для нас является вопрос о перспективах развития заводского шоссе, как главной транспортной артерии промышленного кластера города. А сейчас коротко о других важных событиях, которые произошли к этому часу. Сегодня утром перекрыли проезжую часть в районе кольца Ракитовского и Московского шоссе. Там планируют построить многоуровневую тоннельную развязку. Пока же специалисты производят переустройство сетей. В целом реконструкция Московского шоссе продлится до 2017 года. Швейцарскому сыру быть Россельхознадзор разрешил восьми предприятиям в Швейцарии поставки сыров и мясной продукции в Россию. Переговоры еще с пятью фирмами намечены на ноябрь 2015. На аэродроме Кряж появится многофункциональный вертолетный комплекс. Аэродром расположен близко к Самаре, имеет свою систему аэронавигации и достаточную площадь для строительства комплекса. После проведения работ взлетно-посадочная полоса аэродрома будет принимать бизнес-джеты, пассажиры которых смогут пересесть на вертолет, не покидая пределы аэродрома. Два теплохода на подводных крыльях, возможно, уже в следующем сезоне будут перевозить горожан. Самарское речное пассажирское предприятие готово приобрести водный транспорт за 3 миллиона рублей. Техника должна быть не старше 1976 года. Шпажистка из Самарской области отличилась на международных соревнованиях. Алена Комарова завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию среди юниорок. Турнир проходил в Германии, в нем приняли участие 133 спортсменки. В Самаре обсудили стратегию развития Московского городского педагогического университета. В этом году образовательному учреждению исполняется 20 лет. В нем обучается более 17 тысяч человек. ВУЗ был создан правительством Москвы в сложный для отечественного образования момент – острой нехватке педагогических кадров столицы. План выполнили, теперь нужно думать о будущем. Как планируют повышать качество образования и улучшать подготовку будущих педагогов, узнавала Лариса Шалафаст. Сюда приходят учиться люди амбициозные и заинтересованные, говорят педагоги. Ежегодно Самарский филиал Московского педуниверситета выпускает более тысячи учителей. Это должны быть грамотные специалисты, педагоги будущего. Студентам такой подход по душе. Мне очень нравится учиться в нашем учебном заведении, потому что очень интересные преподаватели, интересно все рассказывают с жизненным опытом, с огромным. Городской педагогический университет создан 20 лет назад. В то время в Москве была острая нехватка педагогических кадров. В Москве мне хватало 5 тысяч 4 лет. Это огромная задача. Ради этого, собственно, все и затевалось. В общем, эта миссия сейчас выполнена. Университет стоит на пороге принятия новых решений, новых лицовских задач. Сегодня городской педуниверситет стал настоящей кузницей кадров для региональной системы образования. В университете по направлению департамента образования городского округа Самары на безвозмездной основе было подготовлено более 450 специалистов. Для нас очень ценно, что единственный филиал такого значимого учреждения педагогического образования находится именно в нашем городе. Такую мощную базу нужно использовать на благо города, считают разработчики стратегии развития вуза до 2020 года. Ее основная идея – студентов нужно ориентировать на решение задач мегаполиса. Обучающие курсы для пенсионеров, образовательное телевидение, база данных талантливых педагогов – это лишь некоторые пункты стратегии развития вуза. Планируется, что университет станет для города большим экспериментальным центром. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. С пользой для кошелька и без ущерба для учебы. В преддверии осенних каникул перед самарскими школьниками вновь стал актуальным вопрос – где заработать себе на карманные расходы. Ответ на него знают в молодежном центре «Самарский», специалисты которого прошедшим летом трудоустроили более двух тысяч подростков и готовы сейчас подобрать вакансии для всех желающих. Какие профессии наиболее популярны у школьников, расскажет Лариса Шалафаст. Трудовой стаж Юлии Матюниной чуть больше года. За свою недолгую карьеру она уже успела попробовать себя и в роли дворника, и соцработника. Зарплату получала чуть больше пяти тысяч рублей в месяц. Вполне достаточно, признается, чтобы не просить у родителей деньги на карманные расходы. Юля сама купила телефон, канцтовары для школы и одежду. В преддверии каникул снова обратилась в молодежный центр «Самарский». Ей уже подобрали вакансию – помощник специалиста. Друзей можно новых заводить на работе. Опыт еще раз профессиональный получать. Заполняется трудовая книжка, то есть уже какой-то опыт в работе будет. И интересно просто узнать, что-то новое, работать. Работу подросткам предлагают рядом с домом, почтальоном, библиотекарем или помощником садовника. Хотя есть и элитные вакансии для тех, кто, например, мечтает стать космонавтом или конструктором. Есть и трудоустройства на временные рабочие места, на предприятия, на промышленные города. Это такие предприятия, как «Авиакор», завод приборных подшипников, ЦСКБ «Прогресс». То есть спектр достаточно хорош. То есть если ребята планируют как-то в дальнейшем связать свою жизнь именно с промышленным сектором экономики, либо просто интересно попробовать свои силы, посмотреть, добро пожаловать. Эту осень с пользой для будущей карьеры и кошелька могут провести больше 300 подростков. Чтобы трудоустроиться, нужно выбрать подходящую вакансию и собрать пакет документов. В том числе заявления от родителей, согласие органов опеки, а также справку о наличии или отсутствии судимости. Подробности готовы рассказать специалисты молодежного центра «Самарский». В Самарском арт-центре открылась выставка «Фрола Веселого». Именно такое необычное ударение использует сам автор. Буржуазный художник и любимец олигархов. Его работы продаются на онлайн-аукционах за сотни тысяч рублей. Сам себя Фрол называет творцом с родной безымянки. Выставка в Самаре о себе, родине и не только. Так называемый «безымян-арт» пришелся по душе и Юлии Черняевой. Здесь немного мрачно и холодно. И такое ощущение, будто находишься в гигантском выпуске новостей. Танки в огне гражданской войны, нефть и большие деньги. Два месяца бессонной работы и самые актуальные темы, о которых говорили и продолжают говорить. Фрол веселый, удивил так удивил, восхищаются посетители. Сам же автор скромно следит за эмоциями гостей и весьма скептически относится к своим работам. Захотел сделать персональную выставку. Все-таки давно персонально как-то не выставлялся в Самаре. Семь лет. Много уже. Как сказала одна моя знакомая, это материал френд-ленты в фейсбуке. То есть все медийные поводы с прошлого года, этого года. Наталья давняя поклонница работ художника. Помогала ему в создании афиши. И уверена, что каждый самарец, неравнодушный к современному искусству, найдет за что оценить творчество Фрола Веселого. За нестандартный подход, за текущий акрил, люблю его. И за то, что он смотрит на актуальные темы. Потому что многие художники уходят в какой-то зал, а Фрол пытается нам какими-то интересными, доступными способами помочь взглянуть на мир. Вот, например, серия «Скотный двор». Самая моя любимая. Я очень люблю коровок, свиней и гусей в исполнении Фрола Веселого. Но особое внимание публики привлекают эти гигантские тедди-биры. Стальные проклепанные мишки, казалось бы, играют огромным мячом или камнем в баскетбол. Но, как признается сам автор, свое вдохновение он черпал из нашумевшего барельефа «Битва титанов». Юлия Черняева, Григорий Пельшаков. События. 21 октября в 19.30 на нашем канале в прямом эфире в программе «Наша Самара. Говори и слушай» глава города Олег Фурсов. Острые вопросы и правдивые ответы о настоящем и будущем нашего города. Свои вопросы задавайте по телефону прямого эфира 202-11-22. Внимание телезрители! В сетке каналов оператора кабельного телевидения Дом.ру произошли изменения. Телеканал «Самара Гиз» теперь вещает на частоте 543 МГц. Установите нужную частоту на вашем телевизоре вручную или проведите автоматическую перенастройку каналов. А на этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара Гиз» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok